Как известно, у творчества нет ни пределов, никаких границ. Творчество есть еще и кузнечное. И сегодня у нас в гостях Василий Кандуров, глава Творческого союза кузнецов, и Раим Минаев, глава Крымского отделения Творческого союза кузнецов. Давайте поговорим, что же это за союз, чем занимается союз. Доброе утро, все телезрители. Творческий союз — это сообщество профессионалов в кузнечном ремесле, мастерстве. Это единомышленники, которые собрались вместе для того, чтобы оставлять следы в истории культуры России. Пройдет у Вас фестиваль, который стартует, если я правильно знаю, сегодня. Официальное открытие с 1 по 4 числа у Вас пройдет ряд мероприятий в парке Тренева. Расскажите подробнее, кто может принять участие, что это за фестиваль? С 1 по 4 приезжают со всех регионов России кузнецы. И начинаем работу. Ну смотрите, я прочитала, что будут мастер-классы. Кто в них может принять участие? То есть обычные жители города могут прийти и выковать себе на память? Все желающие могут подойти, посмотреть, ознакомиться с работой, с мастерами, принять участие в ковке. Будут мастер-классы. А насколько это сложно вообще для новичка? Ну, наверное, для новичка в любой стезе это все непросто. Это делать каждый новый шаг для себя. Это всегда надо познавать то, по какой основе ты идешь и куда идешь. А кузнечное мастерство, кузнечное искусство, оно подразумевает еще покорение огня. Это очень такая вот уважительная всегда история к огню, к пламени, к раскаленному металлу. Это такая очень осторожная вообще дорожка. Но вообще я знаю то, что горно надо разогревать до определенных температур. Это очень высокие температуры. Как это будет на площади располагаться? Там будут стоять специальные печи? Там будут располагаться абсолютно профессиональные оборудования, потому что съедутся кузнецы со всех регионов. Сейчас вот на данный момент уже 98 мастеров съезжается. Для того, чтобы посоревноваться, будет чемпионат России по ковке. А для того, чтобы он был в равных условиях для всех, мы предоставили возможность профессионального оборудования во всем. И горные будут разогревать металл вплоть до его сгорания прямо внутри горла, горно. Но я знаю то, что все это будет, кульминация будет потрясающая. Вы собираетесь открыть огромную карту? Можно, я понимаю, что, наверное, это еще секрет, но все равно хотелось бы узнать, что это будет за карта и где она будет располагаться. Что она из себя представляет, что она несет, какой смысл, идея? Карта будет размер 10 на 4. Огромная карта из металла. И каждый регион, мастер из регионов, везет свои достопримечательности на эту карту. Сам будет их устанавливать. То есть вся карта будет, это не просто плоскость из металла, а вырезанные регионы очень красиво будут со своими достопримечательностями. Там и деревья, и елки. Кто что увидел, как видит кузнец глазами своими. То есть правильно ли я понимаю, что кузнецы в своих городах изготавливают свою часть и привозят ее сюда, правильно? И на этой карте располагают какие-то достопримечательности, которые они выбрали. Да, с элементами своей карты. Самая главная концепция всего вот этого фестиваля, это единение страны. С каждого региона едет карта региона, и все эти вот карты сплачиваются в одну большую карту страны. Это вот самая главная кульминация вот этого проекта. Мы едины, это объединяющий всех проект. И по профессии, и вообще по народности, и по всем параметрам. Вот эта фигура, которая будет собрана в конце концов, где она будет находиться? Парк Тринева, напротив Совета Министров Республики Крым. Ну смотрите, я еще прочитала, если меня не опандывает информация, это будут еще и часы. Кроме того, это правильно? Да, об этом чуть-чуть, буквально два слова скажу. В этом проекте принимал участие один из мастеров солнечных часов, который член британских сообщества солнечных часов. Он производил все расчеты по градусам наклона вот этой карты. Не использовать Солнце Крыма для того, чтобы одновременно еще и показать астрономическое время, ну мы не могли. Это такая уникальная возможность. Это во-первых. Во-вторых, под текстом и со смыслом будет вот этот гномон, это стрелка солнечных часов, на ней будет ангел. И тень ангела будет пролетать над Россией, как бы ее оберегая. Как по мне, тема невероятно интересная, к сожалению, время нашей беседы ограничено. И нашим телезрителям я хочу передать, что то, что вы только что услышали, произойдет уже вскоре в парке Тренево, поэтому запишите себе, сделайте пометочки, все-таки сходите на это мероприятие. Также телезрителям напоминаю, что сегодня у нас в гостях были Василий Кондуров, глава Творческого союза Кузнецов, а также Раим Минаев, глава Крымского отделения Творческого союза Кузнецов. Ну а прямо сейчас мы перейдем к небольшому анонсу.